Всё новое – это хорошо забытое старое. Одно из самых популярных советских игр «Зарница» знает и любит современное поколение. Активно участвуют и молодёжные движения. На финал «Зарницы» по Волжье приехало 180 подростков-юнормейцев. Каждый продемонстрирует силу, выносливость и умение работать в команде. «Равняйся! Берега! Равняйся! Берега! Равняйся!» Открытие игр провели на аэродроме воинской части Подоренбурга. Торжественный марш команды вынос флага Российской Федерации – неотъемлемая часть церемонии. Среди участников и ульяновцы. Ребята из команды «Пламя России» средней школы номер два рабочего посёлка Новая Майна усердно тренировались целый год. Восемь юношей и две девушки стали победителями регионального этапа соревнований. Программа «Зарницы» позволяет успешно решать задачи по физической, огневой и начальной военной подготовке. Учит действовать в экстремальных ситуациях и оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим. Эти навыки, несомненно, пригодятся вам всем, особенно тем, кто решит связать свою жизнь с военной профессией. Одно из первых заданий – полоса препятствий. Преодолеть ров, разрушенную стену, лестницу, траншею – всего 200 метров. Но сделать это нужно как можно быстрее. В этом этапе первыми оказались юноармейцы из Нижнего Новгорода. В целом ребята соревнуются в 15 дисциплинах в личном и командном зачётах. Это и бег, сборка-разборка макета автомата Калашникова, стрельба. В силовой гимнастике юноши должны подтянуться, а девушки отжаться. Раз, есть, два, есть, три, есть, четыре, есть, пять, есть, шесть. Результаты подведут уже 15 сентября. Военно-спортивная игра «Зарница» по Волжье проводится под патронатом полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Анна Тищенко, Управда ТВ.